В связи с заявлением Министерства иностранных дел Украины от 18 января обращаем внимание на следующее. Послание президента России Владимира Путина на имя президента Украины Петра Порошенко от 15 января нынешнего года было направлено с учетом просьбы украинской стороны, которая высказывалась в ходе телефонных контактов лидеров России и Украины. В послании предлагается срочно начать отвод тяжелых вооружений сторон, как украинских силовых структур, так и ополченцев Донбасса, Донецкой и Луганской народных республик, от линии соприкосновения в соответствии с минскими договоренностями и согласно тем координатам, на которых настаивает украинская сторона. Была также передана таблица с перечислением действий сторон по срокам отвода каждого вида ствольной и реактивной артиллерии. Предлагаемые в таблице параметры аналогичны графику отвода тяжелых вооружений, содержавшемуся в рабочем документе от 13 ноября 2014 года, к выполнению которого призывает МИД Украины в своем заявлении от 18 января нынешнего года. Учитывая изложенное, настоятельно рекомендуем украинской стороне не подменять профессиональную работу по деэскалации военной обстановки на Юго-Востоке внешнеполитической риторикой. Если Киев действительно искренне готов к заимному с ополченцами отводу тяжелых вооружений, в соответствии с параметрами такого отвода, которые зафиксированы в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года и подтвержденными в рабочем документе от 13 ноября 2014 года, то необходимо немедленно приступить к практическим действиям на месте, тем более что руководители Донецкой и Луганской народных республик уже подставили свои подписи под согласованным графиком. Созданный по просьбе президента Украины Петра Порошенко совместный Центр по контролю и координации совместно с миссией ОБСЕ призваны обеспечить мониторинг процесса отвода тяжелых вооружений украинских силовых структур и сил ополчения, при необходимости оказав содействие в досогласовании технических деталей. Для этого представитель Украины в совместном центре должен получить необходимые полномочия из Киева. Именно такой подход, нацеленный на конкретные шаги, позволит снять риски возобновления вооруженного противостояния. Настоятельно призываем стороны воспользоваться открывшейся реальной возможностью для вывода из зоны конфликта смертоносных вооружений и тем самым отвести угрозу дальнейших жертв среди мирного населения. Сейчас это является абсолютным приоритетом. Реализация данного шага позволит укрепить доверие и создать благоприятные условия для выполнения других положений минских договоренностей.